привет друзья сегодня хочу показать вам свои растения и рассказать как они себя чувствуют в конце лета практически конец лета сегодня у нас 16 августа тут осталось буквально две недели 2024 год а мои орхидеи до сих пор цветут и я сказала бы что они полны сил и красоты цветут они у меня примерно зимы то есть зима весна и лето я думаю также они захватят и осень поэтому вот начинаю свое видео с них вот с такой красавицы с белой орхидеи фаленопсис вон те ветки уже отцвели нужно будет их срезать что я сделаю конечно до сих пор мои многие орхидеи находятся на открытой системе выращивания вот вот в принципе вот это белое можете посмотреть какие корни сочные она имеет и также меня очень сильно радует тургор листьев поэтому я рекомендую эту систему выращивания я по крайней мере если бы честно еще не знаю как они себя поведут в зимний период потому что температура упадет понизится а влажность соответственно повысится поэтому ну будем просто наблюдать и я думаю более тщательно нужно будет подходить к регулировке полива а так принципе я думаю ничего сложного не будет будем на это надеяться эти как я и говорила я тоже хочу переводить на такую же систему нужно будет мне прикупить прозрачные емкости банки какие-то и вот в принципе вот так все будет расти сюда сейчас с вами перейдем и я вам покажу следующие орхидеи вот эти все орхидеи кто не знал они у меня расположены это восточные окна чувствуют они здесь себе прекрасно я бы сказала это идеальные окна для орхидеи восток и запад здесь заложили кучу просто цветоносов и посмотрите как интересно растет цветонос выдал стрелку точнее вот с этой стрелки выдал несколько стрелок вот одна вторая и вот так они разветвляются еще друзья а тут будут а белые вот это будет гроздь усыпана будем называть гроздь ну понятно не виноградная но звучит красиво да здесь еще такие же белые желтой с резинкой и вот здесь не буду крутить я и все все это мне поводовала видите на открытой системе а вот это идет тоже вот здесь будет закладываться у нее цветонос и я думаю что она также будет радовать меня в дальнейшем тургур листьев становится с каждым разом лучше и лучше у растения пыльненькие но знаете друзья я редко редко их нашу под душ потому что если честно я против душевания не в том что это плохо на них сказывается нет на них хорошо это будет просто более вероятность мучнистого червец а потом у вас появление да поэтому я не делаю вот эти листики вот эти они все были вот такие вот а сейчас смотрите вот новые лезут и они вот эти все все орхидеи которые сейчас у меня на открытой системе они в принципе все вот такие были и можете сейчас сравнить да я все время показываю и рассказываю здесь у меня антуриум вот я его как купила друзья тоже по моему зимой еще если не осенью до зимой так это точно и вот он у меня как цвел так он и цветет и вот выбрасывает выбрасывает смотрите бутоны держит бутоны и это благодаря автополива вот посажен влечу запон вообще знаете никаких проблем вообще на себя внимание не забирает в плане ухода вот так пересадила и забыла раз в 10 дней а то и в 14 вот сюда водичку доливаю и все а вот этот горшок кашпо приобретала магазин днр вот в принципе названием классный единственный минус что он квадратный но это для меня может кому-то это и наоборот зайдет мне кажется что он скрадывает площадь а так все супер здесь драцена сандора он же бан бамбук счастья тоже знаете поставила вот сюда на восток и ей это очень понравилось она вот даже выдает новый побег поливаю ее раз в неделю такое растение которое вы можете полить и раз в две недели она прекрасно перенесет не то что она будет счастлива и довольна но она не погибнет и так же если вы его зальете пойдемте с вами в следующую комнату мы пришли в соседнюю комнату и здесь также восточное окно посмотрите как вымахала бугенвиле она практически раза в два два с половиной увеличилась в размере ветка можно сказать голая потому что много листьев отсушивает но также дает новые я не постригала знаю что нужно подстригать чтобы она цвела но не знаю что-то рука не поднимается друзья подстригать боюсь жалко и думаю вот смысл подстригать если она растет не знаю вот такая логика у меня сделаем эксперимент с вами а потом посмотрим зацветет или нет бабкины сказки это или реально она не даст мне потом цветов что хочу сказать вот мой фикус тенеки смотрите как подрос я считаю подрос заметно помните да было время когда он у меня чуть ли не с четырьмя листиками был и вот сейчас он начинает давать лист за листом тоже вот тут ему очень нравится вот это окно я поливаю практически раз в неделю сейчас когда жара единственное бугенвилле может быть каждый третий четвертый день поливаю а вот это все остальное один раз в 7-10 дней также здесь бегония стоит и знаете меня удивляет что на этом окне она пришла в себя наверное здесь комфортно она растет но темп у нее по утихал не такой он явный как был хотя она раньше тоже стоял на восточном окне просто этажом выше не знаю вот это вот перепад высоты тоже наверное играет какую-то роль смотрите что-то она здесь выдала не знаю что даже не будет трогать чтобы мало ли как говорится ничему не навредить и вот здесь каланхое каланхое тоже разросся цвести не собирается думаю он решил этим заняться к весне гибискус тоже пришел в себя стал наращивать в осень вот такую листву уже не цветет он у меня года наверно 3 может быть 4 она вот вот этот результат как он сейчас выглядит он меня прям радует ну что пройдемте с вами к следующим растениям здесь у меня находится фикус бенджамина если быть точнее их 2 это фикус варигадный и обычный помните я делала пересадку кто смотрел мои видео вы видели в каком он был состоянии я сейчас знаете не скажу что я в восторге от того как он выглядит но это лучше его вариации если можно так называть чем он был дом вот так хотела его отправить на улицу по весне и до сентября но вот что-то потом 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 уже лето заканчивается короче останется он здесь стоять как и стоял покажу вам следующие так здесь у меня крестовник фикуса видный который последнее время растет только ввысь растет и растет как бы не вижу вообще в нем никаких сложностей как то вот так же как и замиокулькас да растет и растет никого не напрягает особого внимания не требует главное не заливать больше десяти лет моему замиокулькасу крестовнику фикуса видному где-то около трех лет где-то так плюс-минус ну как всегда показываю принципе сегодня ничего такого особо нового не покажу для тех кто часто заходит на мой канал растение особо вам все будут знакомы единственное в чем отличие может быть кто-то где-то подрос и или наоборот с кем-то что-то случилось здесь у меня черный кардинал филодендрон тоже вот не перестает давать лист друзья я еще раз вам говорю филодендроны очень быстро растущие смотрите как он подрос ему в январе будет только год как я его купила он уже множество листьев не надавал и вот это также вот ему год как я как мне его подарили я заказывала себе хую карнозу и к его йети и вот его в подарок прислали вот эта нижняя часть буквально 4 листика остальное все с прошлого сентября это новый прирост там еще он сзади там не видно просто вам поэтому вот так вот как-то да здесь куркума которая нет нет то отцветает то опять набирает цвет то пылит свои листики то бутончики дает но сейчас бутоны невзрачные там как всегда стоит чашка потому что я поливаю растения сейчас очень душно и вот чтоб с кокосового кашпо стекала туда все она стоит здесь бегония тоже я ее буквально вчера или позавчера хорошо пролила она прям листики подняла свои филодендрон биркинт фуй биркин бразил господи боже мой тоже смотрите как втопил в рост я знаете вообще думала думаю не знаю буду делать это или не буду хочу все филодендроны и эсхинантус убрать в зал на полке опять короче хочу все переставить не знаю будем наблюдать с вами потом весь хлорофитум который опять стал бледный я его поливала когда его поливала сегодня у нас пятница где-то в понедельник я его поливала и вот смотрите уже от жары он стал бледный а здесь у нас филодендрон микон который элегантно как всегда красит свои листья вот таким шелком он весь покрыт шелковые листочки очень красивые и очень нарядные здесь и чверия эсхинантус эсхинантус неугомон и вот смотрите друзья я не знаю у нас какие-то странности происходят очень последнее время у меня опять смотрите окно хочет открыться она уже была открыта вы слышали да я захлопнула сама открывается и это надо очень а быть внимательным чтобы сквозняк не шарахнул потом по этой полке да извиняюсь за выражение но вот как в голову пришло так сказала смотрите вот начинает свести опять эсхинантус кто не видел покажу такие оранжевые штучки оранжево-желтые потом там появляются к сожалению цветение у него такое невзрачное и недолго держит он его поэтому вот показать кроме вот этих красивых тигровых мраморных как его название эсхинантус мраморный на немецком вообще эсхинантус морморантус звучание конечно такое да мне кажется вот это вот самое выигрышное что в нем есть это его листья хавортия так фокус не могу поймать вот так выглядит хавортия сейчас совершенно непривередливая вот полили раз в неделю раз в 10 дней и забыли забыла господи божьему кто ты стендапсус пиктус треби постоянно вылетает уже название много в голове и путаешься тоже хочу вот его тоже поставить в зал не знаю буду смотреть тоже поливала в понедельник и его утром стоял еще нормально и сейчас уже опять закручивает листья когда его нужно полить он начинает крутить листья но лучше его не долить чем перелить до церапеги вуди стала радовать вот такими своими крупными кувшинками вы видите она начинает даять давать крупный лист конечно это радует что же тут говорить фикус шереверяна тоже выглядит хорошо и красиво идет в рост но еще не активно вот знаете как как будто прям сглазила радовалась радовалась какой лист дает как листи классно дает на тебе все фиг тебе больше ничего не дам сказал фикус шереверяна и ушел в отпуск сын это у роли крестовник роли тоже не знаю стоит на месте как я уже и говорила друзья бегонию не знаю когда я буду пересаживать нужно это сделать не знаю знаете не сложно сделать пересадку сложно найти место куда потом ее в этом громадном горшке поставить вот в чем проблема они в пересадке мне не лень пересадить растения а вот серебряный коралл так где-то валяются какие-то мухи у меня это вот жара духота все падает я знаете я сама по себе не как-то золушка и не рассчитываю на такую стерильность до вокруг себя поэтому друзья если кого-то напрягает я заранее извиняюсь да потому что некогда мне вот это ходить собирать каждую соринку пылинку а потом снимать да и и тут времени не хватит если вы так все доскональный и вылизанный вариант вам представлять как бы ну я думаю вы и сами потом поймете что это какой-то подвох да что я тут все намарафетила и снимаю после своей генеральной уборки поэтому показываю как есть уже будет время я вот сейчас буду наверное здесь все мыть убирать могла бы заняться сейчас но тогда на съемку бы не было времени у меня друзья да поэтому я рассчитываю на ваше понимание и в жарень по 30 градусов тоже не каждый будет тут не знаю окна намывать и т.д. и т.п. кто ты аллоказия ниндзя вот так вот стоит она практически выпил уже водичку вчера я смотрела еще была вода уже нету смотрите все выпила но горшок влажный поэтому это не критично когда вот так нету внутри но есть на поверхности да на стенках влагу еще впитывать может я сейчас налью по хиподиум тоже идет в рост продолжается рост свой также как и филадендрон биркин белая волна которая растет у меня без варегатности только имеет вот такую кайму красивую аэроцилиндры опунция тоже она втопила хорошо в рост друзья я вам говорю она тянется прям к свету она уже наклон такой сделала ее уже можно в принципе вот так наверное развернуть видите чтобы она выпрямлялась самостоятельно и туда прокидывалась классное растение не на минуточку я вообще не пожалела что я себе ее купила вот биркин мой тоже лист новый дал красавчик репсалис растет и вот хочу еще рассказать что репсалис именно на фитильном поливе именно в полу тени растет вам вообще прекрасно он себя чувствует и папоротник дафи нефролепис дафи тоже я скажу ему здесь прям нравится он балдеет он вай кидает хорошо ему смотрите накидал сколько новых вай потом будет на них на них листья свои выбрасывать и все 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 замечательно так что здесь здесь стоит я подниму чтобы вас сильно мухами не смущать она нас тоже как бы нормально все у него вы знаете что я его покупала с мучнистым червецом и сейчас все хорошо после обработки инсектицидом конечно без него не обошлось хотя я сейчас не всегда его при нем применяю но там у него у листвы такие пазухи что пришлось его опрыскивать так здесь череночки мои которые так стоят мне нравится просто как они стоят если я их отсюда уберу вот эта композиция она будет пуста и это будет скучно поэтому здесь стоит у меня вот это все здесь кротоны тоже выпили воду я не знаю друзья вы не поверите фитильный полив я им наливаю чуть ли не второй день это вот сейчас такая духота я думаю да я в шоке а если бы они стояли просто там глазом не успеешь моргнуть как вся крона бы упала до вниз он бы просто как веер бы тряпочки повесил это все растет очень быстро вот этот сорт кротоны и вообще практически все кодиумы они растут очень быстро особенно если на фитильнем будет стоять сингониум milk конфетти тоже он бесконечно дает мне своим так фокус бита свои листья вот такие красивые вот смотрите нужно помогать ему раскручивать я это делаю потому что если я не буду этого делать он просто это засушит их вот новый красивый какой листик очень красивый листик конечно прелесть и знаете я заметила старые листья они вот такой окрас красивый они как будто на нет сходит у него эти пятна вот это вот я оторву желтые до желтый чая правильно нижние он желтит наверное это по природе так у него а вот кодиум тоже вот это видите верхушка вот это прирост все новый этому растению тоже наверное я его где-то купила мне кажется да не помню сейчас точно друзья на по моему а в начале июня или в начале июля я выкупила если не вру ничего да так какая-то паутинка ну будем надеяться что это не паутинный клещ вообще они его очень любят кротончики марантовые колоты и паутины клещ но нет я думаю что это просто бытовая паутина я живу под душ не ношу не ношу вот тебе результат и здесь вот такой у меня стоит прекрасный вот вот этот вообще обожаю друзья люблю не знаю как за его вот такую вот пышность за его краски ну вообще я жду когда он у меня прям деревом вырастет смотрите я также вам показывала как хлорофитом цветет там съемка не очень удачная была вот вам покажу поближе так макросъемка смотрите какие красивые цветки имеет хлорофитом вот повело конечно вот так и моя шифлера варигатность у нее тоже красивая она пышненькая стоит вы видите где стоит полутень я бы сказала стоит да сейчас свет включен здесь еще а вот мой хлорофитом который прям бешено бешено накидал стрел накидал деточек опять я не буду ничего снимать с него вообще не буду трогать в этот раз но я в принципе вообще не стараюсь не трогать никогда просто в последний раз у меня кошка маркизка она все уронила вот так все это выглядит так что здесь валеркина майка жарко ему я ему сняла лежит в кадр попадает но то что вы будете я вам говорю еще раз мои дорогие видеть какие-то вот эти вот от цветочков на полу валяющийся мусор валяющийся или еще что-то там это мухи какие-нибудь да это вот просто нужно влажную уборку делать нужно делать влажную уборку я не стала этого делать камера у меня отключилась превышен лимит записи поэтому вот так джангл буги меня начинают радовать с каждым разом больше и больше вот последний лист слава богу раскрутили мы его удачно вот так засушивает свой бутон вот этот еще не раскрыл он будет раскрывать и будет очень красиво цвести пойдемте на кухню здесь работает хлебопечка поэтому заранее извиняюсь вы видите количество кто зашел в первый раз ко мне кто не первый тот уже знает что цветов немало поэтому я стараюсь делать по-быстрому друзья чтобы вам как говорится не затягивать и время потому что тоже а если вот так все убирать на марафечивает понятное дело это можно до зимы тянуть а здесь у меня хавортия и плюс заметьте пожалуйста что я еще стараюсь называть все названия до что тоже это не так просто потому что надо вспомнить каждое растение вот которое помню я озвучиваю и немножко немножко рассказываю о нем до колон хоя который тоже вытягивается хавортия хотел сказать дает деток не переставая мамилярия здесь здесь у меня полоски че че п не особо растет ну слава богу жива здорово алоэ тоже деток дает вы видите немножко подсушивает листика это настоял в зимнем саду ей там было жарко а вот здесь уже свежий новый прирост а фикус фикус господи постоянно фикус кактус феррокактус грузони вот так вот стоит вот этот к сожалению всегда забываю его название как-то на что-то такое не помню короче а мамилярия вот подсушивает свои семена потом они лопнут разлетятся здесь я соберу и не знаю не факт что я буду их сажать подумаю короче потому что наставлять тоже некуда мне здесь вот тоже вот такие красавчики пушистые здесь 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 у меня вот это моя хоя карноза классическая моя самая любимая которая опять дает цветы будет распускать их скоро будет ароматить я надеюсь в этот раз получше почетче чем в прошлых прошлое практически не было ее ощутимо это все не выражалось здесь вот такой кактус тоже к сожалению забыла его название какие-то вот такие лохматушки у него сейчас здесь вот висят как хвостики что здесь здесь тоже нужно все пересаживать не знаю куда я все буду это девать вообще вот я сижу и думаю каждыми днями куда я это все буду расставлять и как обустраивать мамилярия вот такая колючка плоские чечипы красала хоббита классно разрослась у меня за этот год с весны и гимна калицию механовича не живой не мертвый но уже лучше чем было хавортия зебрина полосатая которая с двух сторон дала мне деток вот с этой стороны тоже можете увидеть да мамилярия терновый венец тоже растет дает деток цветет отцветает я довольна ей сюда перескачем вот здесь тоже детка уже хорошо себя показала этого красавчика и этого как всегда не помню как звать и и уфорбия сюзана на своих головах на головах своих дает опять какие-то крокодябры непонятные а здесь вот маленькая чаверия хавортия адрамискус который тоже в принципе жив жив пока что храм будды тоже растет и дает новые приростики вы можете видеть вот эти свежие зеленюшки это все новый прирост надеюсь что он меня порадует цветением он может цвести и зимой потому что я его покупала зимой мы его купили да где-то зимой так либо печка у меня там перестраиваться поэтому я извиняюсь и он цвел друзья ну что быстро здесь пройдемся здесь мои ходочки стоят а вот это чина поме фоли фон чина маме фоли отдала мне лист лист красивый и как я и говорила домашний лист будет у нас намного круче красивее и интереснее ждем следующего потому что намечается рядом с ним у нас стоит милл и бутика я тоже идет в рост здесь вот так все это дело выглядит хоя грацилис тоже они перестают радовать меня своим ростом своими листиками хоя фламинго dream также я не буду друзья все доставать досконально потому что я думаю это вообще здесь затянется до ночи до глубокой от санги ds 70 хоя вот так бархатные листья красит очень красиво crimson queen хоя дает 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 вот так стрелку потом наращивает листочки здесь у нас хоя розита который тоже прекрасно растет и любит это делать хоечка в эти триколор очень красивая хоя я рекомендую вам друзья если кто еще не приобрел и вот здесь вот так все растет все идет в рост а в эти хоя вообще вон раскидала как листики смотрите сильно так пытаюсь немножко сделать свет получше отрегулировать вот пубик алекс тоже мне очень нравится хоя тоже очень красивая интересная хоечка здесь вот так друзья переходим на следующее окно а бальзамин мой вот так вот цветет интересный окрас имеет цветет очень долго и обильно выкидывает бутоны стоит на фитильном поливе здесь папоротник который я опять думаю пересадить в банку сделать ему флорариум мне кажется сначала мне казалось что он на фитиле себя лучше чувствует теперь начинает казаться что он во флорариуме себя лучше чувствовал короче не знаю хочу опять назад его вернуть 28 градусов 51 процент влажности у нас в доме ахоя австрали слизо не перестаю ей восхищаться рекомендую как всегда и и и а здесь полинейра поставила на окно пока особого сдвига не вижу красу на ово то нравится мне и люблю ее это подарок подарок от очень хорошего человека вы знаете я рассказывала вам а немножко турбур у нее мне кажется да немножко потерян турбур но я ее в понедельник тоже поливала сегодня пятница поэтому я боюсь ее заливать не буду хильдовинтера колодимонодис вот так вот себя чувствуют концу лета и афиландра афиландру обожаю афиландру опять сегодня поливала в понедельник поливала сегодня поливала листики смотрите какие прям ребристые ребристые картонные классные нижние вот так вот начинает желтить это в вещей я сию купила то мне ее подарили валера подарил мне на день рождения это был декабрь или январь или вот мы его покупали да где-то так или перед или после точнее на до после 26 мы поехали по моему купили января да и вот она вот начинает только листики свои старые вот так вот нет нет нижние да это в порядке вещей это никакая не болезнь ничего там вообще она классная и очень очень красивая у меня я ее прям очень сильно люблю друзья ее невозможно не любить согласитесь ну вот короче вот это окно показала вам также у меня вот здесь стоит исхинантус был такой большой красивый в один прекрасный момент он зацвел очень много бутонов надавал и всю силу на них потратил и превратился вот вот во что мы сейчас имеем здесь у меня стоит аспарагус знаете как я его только поставила в полутень убрала от окна он на выдавал кучу вы можете видеть вайчик эти вайчики будут еще обрастать короче говоря очень такое классное растение особенно если поставите на холодильник он прям в топит в рост и будет раз вас радовать вот этой зеленью своей так здесь у меня пальма левинстона стоит и тоже хочу сказать друзья что и без окна она может существовать а я не вижу что это каким-то плохим образом на нее сказалось стоит она здесь примерно месяц у меня если не больше и ей нравится я вот так вот понаблюдала за ней ей нравится вот так вот она выглядит также расскажу вам про их мею свои наблюдения смотрите вот эти детки они расти начинают с каждым разом больше и больше их трех штуки а ихмея матушка начинает вот так вот отмирать нет нет потом вот кто-то ее или жрет или что видите нужно ее обработать у меня подозрение что ее жрет клещ это подозрение мои но я не уверена потому что такие следы это обычно клещ оставляет щитовка щитовка навряд ли может быть трипсики еще внутри но я больше склоняюсь к клещу и знаете видите вот такие белые штуки а может быть и а а может быть даже и грибок у нее или же кто еще может быть то друзья ну мучнистый червец хотела бы сказать но так чтобы он прямо усеяно был мы бы должны его тогда наблюдать хотя знаете я вчера срезала цветок и вот мне кажется цветок он и явился разносчиком болезни потому что да скорее всего это или клещ или мучнистый червец потому что на нем как раз таки были вот такие ватные похожие штуки анси типа мучнистого червец а прям на основании вот я его срезала наверно вам не видно вот вот на этом основании прям там было вот это все как не ваточки налеплены может даже сейчас видно вам я не знаю вот я срезала и я думаю что вот так снимаю что снимаю все выключилась и вот нужно будет мне вот это все дело рассадить и наверное простись инсектицидом а может быть даже фунгицидом ну детки вроде выглядят неплохо вот так их мия поэтому цветок долго не держите так как я хотела да вот до последнего потому что цветы когда они отцветают они тоже имеют свойство знаете разносить или быть таким залогом какого-то заболевания для растений то есть это не есть хорошо нужно сразу срезать и убирать все это не нужно это уже отмершие клетки такие да сейчас следующее покажу вам а здесь находится постоянно забываю как он называется ггг ггга за было опять забыла друзья гипоэстас п 맛 по-моему вот так короче находится он нет нет бывает у меня без конца отключает камера а кранилище переполнена и вот что хочу сказать листочек подсушит а так в принципе выглядит и чувствует себя хорошо, растёт быстро. Можете видеть, что уже начинает выскакивать из банки. Скоро опять пересадку нужно будет делать. Но я думаю, за счёт того, что здесь на дно я уложила мох в качестве грунта, то это ему как бы вот нравится всё. Вот так вот. Здесь стоит папоротник тоже, наверное, уже около месяца. Плюс-минус, да? Знаете, некоторые вайки у него так немножко желтит, начинает желтеть, но это не критично, потому что вы знаете, что папоротник имеет такое свойство. Он то бледнеет, то желтит, то опять в себя приходит. И просто вот воды я ему подливаю, и он опять начинает восстанавливаться. Он даёт вайки новые, будет потом их наращивать. Вот видите, вот здесь вот лысая такая, потом будет обрастать. И как бы, ну я не знаю, по мне нормально он выглядит, потому что я знаю, что бывают ситуации намного хуже, как бы, да? И вот здесь он стоит, я делаю выводы, что ему хватает света. Уберу лестницу, потому что здесь наверху, вот видите новый вай, вот это новый вай он дал, вот это все новые свежевая. Если бы ему было не угодно здесь стоять, он бы вай и не дал, да? Логично. А он вот, вот это всё свежачок сверху повыкидывал, и вот это всё новое. Поэтому я делаю выводы, что ему здесь классно. Поставила лестницу, чтобы поливать вот эти верхние растения. Сейчас покажу вам, я не знаю, вы узнали или нет, мой эпипремном золотистый. посмотрите. Я сама, если честно, его не сразу узнала спустя вот пару дней, не сразу узнала, потому что он опять стал меняться на глазах в лучшую сторону, друзья. Я убрала его от света, от яркого рассеянного света. Вы видите, да? Вот расположение окна, вот окна. И вот где он находится. Ему это достаточно. И посмотрите, какое чудо он стал творить опять? Вот ещё раз говорю и говорила, что не зависит свет, не зависит никакая опора. Если растение генетически наполнено тем, что оно расположено, например, к варегатности, вот, а потом крупным листьям, что мы с вами видим, да? Я считаю, это крупные листья, если сравнивать. Вот, конечно, есть крупнее, кто ж спорит, но я видела намного мельче. Вот маленький листик, да, вот, когда он стоял на свету. Вот новые листья с варегатностью, с красивой. И форма красивая, что немаловажно. И растёт. Смотрите, так, сейчас вот зацепился он в контакт с этим, с нефролеписом сахарная вата. И вот здесь сколько будет давать и раскручивать. Короче говоря, если растение генетически заложено на вот такую яркость, на форму, на размер, то при правильных условиях оно вам всё выдаст. Если растение не заложено на все эти качества, будем так говорить с вами, то вы хоть в лепёшку расшибитесь, хоть веером машите, хоть танцы с бубнами устраивайте, всякими там удобрениями пичкайте, вы не получите ничегошеньки. Это так же, как с людьми. Если человек должен быть не выше метр шестьдесят, то он, ну, два метра, метр восемьдесят он не будет. Как бы он не висел на том же самом турнике. Ладно, немножко отвлеклись, но я прям довольна, как он выглядит, друзья. Поэтому, вот, вот поэтому я хочу сюда, тоже вот сюда, или вот сюда, и вот сюда понаставить сциндапсу спихту стреби, миконс филодендрон и филодендрон бразил. Потому что я вижу, что им тут очень-очень хорошо. Также аспарагус сюда поставила, вот эти желтые ветки, и это все последствия после южного окна зимнего сада. Вот тут все будет наращивать, и я думаю, все хорошо будет у нас. Монстера делициоза моя тоже, я думаю, все классно у ней, все хорошо. Мне нравится, как она выглядит. Я хочу вообще, чтобы она вот так полностью-полностью и закинуть ее потом на этот шкаф, чтобы она шла поверху. Ну, не знаю, я думаю, еще года 2-3 мне нужно ждать этот результат. Дальше, что я вам покажу. Здесь у меня декабристы, шлюмбергера, и также вот такой горшочек здесь, эпипремном, золотистый, тоже посмотрите, помните, да, пересадку я делала, в каком состоянии были листья, размер, цвет и сейчас. Вот. И также лемон лайм. Все здесь посажено. Вот это старенький, старенький мой декабрист. Здесь, конечно, Хильда Винтера, моя, колодимонодис, которая вот уже деточка у нее как подросла. Здесь другие ее деточки растут, развиваются. Так, я стараюсь снимать так, чтобы не попали там у меня в бассейне купаются, поэтому вот как получится. Так, вот как получится снимаю, друзья, поэтому рассчитываю на ваше понимание, потому что не хочу я тему бассейна затрагивать. Видите, там, да, немножко Валерий купается с папой в бассейне. Вот, все хорошо растет. Единственное, плохо растет, это моя Хильда Винтера, которая стоит на кухне, и я вот уже говорила, что я думаю, что это из-за грунта. Лечу за пон, наверное, слишком много там компонентов всяких, что обратным образом влияет. Так, здесь у меня горшок стоит, нужно убрать. Здесь аспарагус стоял, я еще не отнесла. Как переставил, уже месяц стоит. Все, некогда. Фикус Алии тоже вот себя чувствует хорошо. Нужно ему же палку подставить, чтобы он более-менее прямо стоял. А вот эти вот все в кучу подобрать, зафиксировать. Ну, вы знаете, на это все нужно время, друзья. Это кажется, ой, что здесь такое, возьми палку, завяжи, подвяжи. Может быть, ничего такого и нет, когда это один, два, три горшочка. А когда их больше сотни, ну, поверьте, это есть, что здесь такое. Да, Маркиза со мной согласна. Как всегда. Пошли, покажемся. Давно мы не виделись, давно тебя никто не наблюдал, по тебе тоже скучают, опять разодрали морду мы, опять мы кусались, царапались, обалдеет лежит Маркиза, любит Маркиза всякие вот эти нежности, как настоящая девочка, любит красавица. Ну, и все, продолжим с вами дальше обзор. вот здесь эпипремном золотистый тоже. Я сюда повесила опять все. Вы знаете, у меня манера есть все перевешивать, я решила вот так опять все это оформить. И вот сюда, пошлите, посмотрим, царица ночи. А вот этот край самый какой, вот этот вот, вот этот край, вот этот прирост, это все с зимы наросло, и я, наверное, в прошлом месяце, когда в июне, в июле, я это все закручивала. А вот эта новая ветка идет свежая, я ее тоже буду закручивать, когда она еще сантиметров 30 подрастет. и вот здесь деточку тоже дает. Совершенно несложное растение, рассказывают прямой, ой-ой-ой-ой, какое сложное, очень сложно его у себя дома иметь, оно очень такое, знаете, нежное, ничего подобного, главное, не заливайте и все. Единственная его сложность, что подвержен это растение, что оно подвержено паутиному клещу. Это да. Был у нас клещ, и недавно он был, я, знаете, сейчас что делаю, я вам говорю, я сейчас не использую никакую химию, мне это поднадоело, не хочу никого травить, ни их, ни себя, ни свое окружение. Сейчас просто вот беру, ветку отрезаю, где тут у меня было, вот смотрите, вот видите, обрезанное, просто срезаю ветку, сантиметр там, где это все есть, заворачиваю в салфетку, выкидываю и все, и он растет себе прекрасно дальше. И все, друзья, и никто рядом не заболел, и ничего не случилось, и жизнь на этом не закончилась ни у него, ни у других. Здесь моя монстера сельсипекана, которую я тоже черенковала, укореняла, пока вид, конечно, не очень, но она активно дает листья, ей нужно просто разрастись, распушиться, так скажем, да, листики свои красиво раскрутить, и будет все хорошо. Так, Валерка орет уже там, поэтому сейчас буду закругляться, но, в принципе, у меня немножко осталось. Здесь у меня сейчас в ванной комнате стоит дефимбайхи везувий, вот так вот выглядит это все дело. Знаете, выглядит, ну, нормально, я бы сказала, тоже, нет-нет, сушит листья, вот, желтит, нужно отрывать, но это тоже нижние, нижние листья, поэтому, я считаю, все хорошо. Уже тоже она мне на день рождения была подарена, с января месяца растет, поэтому, как бы, уже выводы сделать можно. Здесь фиалки, даже забыла, кто это, вот так вот растут, уже многие отсвели, ну, показываю вам, как есть. Стоят в ванной комнате, вот, на окне. Вообще, если честно, хочу от них избавиться, что-то не очень они мне сейчас нравятся. Здесь также пепперомия. Так, фокус совсем плохой, потому что, вот, такая дневная съемка, и очень-очень тяжело. А сингониум, который я буду пересаживать на фитиль, вынимать отсюда, его пересаживать на фитиль, а сюда что-то другое, наверное, отправлю. Еще не решила, что. А может быть, даже вот эту пепперомию сюда я отправлю, посмотрю. И здесь у меня кто вы? Кто вы? Тилансия. Если быть точнее, что от них осталось? Так же пепперомия и молочай трехгранный. Ой, прям меня саму уже начинает раздражать вот эта съемка, если честно. И знаете, друзья, когда вот такой свет, вот это все так на нервы действует, я извиняюсь, да, но у всех бывают такие вот штрессы, да, и вот это вот все так действует, что прям охота выключить камеру и закончить, если честно, но осталось вот совсем чуть-чуть, поэтому я продолжу. Вот здесь подарок тоже мой мне был сделан, вы видели распаковку, кто смотрел, я еще ничего не пересаживала, вот как поставила, так все это и стоит. Так, опять повело, повело. Боюсь трогать, не хочу что-то там нарушить. Кто это? Сансевьерия Футура Суперба. Так, это, по-моему, какая-то фиш. Рыба. Забыла название, еще не подписала, если честно, вот эти вот две тоже чувствуют себя хорошо. Название у меня есть, они все подписаны, просто я их еще не запомнила, друзья. Сансевьерия Муншайн тоже растет хорошо, я считаю, развивается, подрастает. Сансевьерия Цилиндрика тоже дает, вон, деточек активно. И Сансевьерия Ханни. И вот на этом, хотелось бы сказать, закончим, но еще есть у меня Эсхинантус. Еще есть Эсхинантус, который растет у меня в детской комнате у Валерика, и он сейчас цветет. Вот он цветет очень красиво, как по мне. Уже цветает, вот. Цвел долго. Маркизина шерсть, лазит маркиза везде, поэтому шерсть везде. Смотрите, вот такие маленькие листочки были, когда я его черенковала и укореняла. Вот такие он дал, нужно его полить сегодня, потому что его как раз-таки я еще не поливала. И вот здесь он тоже закладывает свое цветение. вот он висит и находится сейчас здесь на южном подоконнике у Валерика в комнате. И ему тоже здесь все нравится, друзья. Вот такой обзор на сегодня, конец лета 2024. Я решила сделать. Я понимаю, многие уже видели все эти растения, может кто-то подумает, что ты нам одно и то же показываешь, но, мои хорошие, я хочу завпечатлить, чтобы это все осталось в архиве и сравнить года потом, да, год 2023, например, 2024-2025 и т.д. и т.п. Ну и согласитесь, не каждый видел мои растения, может быть, зашли новые зрители или кто-то из моих постоянных зрителей не все видео посмотрел и видел, поэтому вот я решила опять сделать такое видео. Надеюсь, вам было интересно. Всем я желаю только положительных эмоций, всем побольше, теплый, вот такой прекрасной погоды, уже у нас начинает затягивать. Прощаюсь с вами, надеюсь, ненадолго. Всем удачи и пока! Пока!